Здравствуйте! Давайте поговорим о главных новостях дня. Вы смотрите подробности. Я Алексей Лихман. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неспокойно на Востоке. За сегодняшний день террористы неоднократно нарушали режим тишины. Удается ли сдерживать натиск украинским военным? Обо всем этом узнаем у моих коллег. Они работают на передовой, выходят с нами на связь. Первый из них, Ярослав Кречко. Ярослав, здравствуй. Какая у вас ситуация? Мы ждем от тебя самых последних новостей. Да, добрый вечер, Алексей. Террористы используют реактивную артиллерию, грады, минометы, стрелковое оружие. Только в Луганской области за последние сутки зафиксировано 8 обстрелов. Традиционно, неспокойно, в районе Донецкого аэропорта и поселка Пески. И, к сожалению, у нас продолжение истории с полковником Микоцем сегодня на блокпостах. На подъезде к Пескам нам сказали, что командир 93-й бригады приказал не пускать в поселок журналистов. Цитирую, вплоть до расстрела. И это после извинений Минобороны за угрозы Микоца моему коллеге Вениамину Трубачеву. В Пески мы сегодня все-таки попали. Спасибо ребятам, которые постоянно на передовой. Сегодня там один наш военный паучу ранение прилетел в ОК. Кроме того, в Песках постоянно падают мины. Працует тяжелая артиллерия, это называют терроризмом. Не слышите пострелы, это называется режимом тиши. Там нет никакого режима тиши. В Песках сейчас осталось чуть больше ста мирных жителей. Люди живут в подвалах, а многие просто на развалинах своих домов. У них нет денег, чтобы выехать, да и некуда ехать. Так и живут в постоянном напряжении, без воды и без света. Ну вот эта бомбешка была сразу, с этой стены так и начало. И там на краю, и вон хата. Это старая хата рядом была, бачите? Только куча мусора. И у нас же тоже мужчина живет пожилой. Ни света, чего сами свечки не мать? Хоть слава Богу, что свечки нет. Ни векон, ни дворей. Выживаем. Можешь супа вас угостить. Жираетесь? Жираетесь? А куда тебе, брата? Где? Солдаты приносят. Православ не дают. Вот такие новости у меня сегодня, Алексей. Спасибо, Ярослав. С нами на связи из зоны АТО был Ярослав Кречко. А теперь мы узнаем, какая ситуация в Мариуполе. Там моя коллега Эльвина Сиидбулаева. Эля, что в городе? Здравствуй. И продолжаются ли бои в окрестностях Мариуполя? Да, Леша, террориция ДНР. Дважды обстреляли позиции украинских военных в районе Николаевки. Использовали противотанковую управляемую ракету. А вот окраину Мариуполя атаковали из минометов. И сегодня мы там побывали. Их от оккупированной территории отделяет дамба. Это примерно километр. Наша разведка наблюдает там скопление техники. Страшно. Свист мины. Ну сейчас, если наотлопнуть, то почуете. То есть есть буквально 4 секунды, чтобы добежать до укрытия. И техники, и танки, и БТР, и люди. Около 150-200 человек до последних туда зашло. Есть и базы, конечно, и у местных жителей. Кто их поддерживает? Ну их все меньше и меньше. Местное население устало от этого. И поэтому поддержки у них очень мало. На данном участке. Дамбу в Павлополе наши бойцы защищают, как зенец ока. Ведь если миномет попадет в водохранилище, то жители Мариуполя и его окраина останутся без воды. И знак поддержки украинской армии. Местные жители разрисовали забор в желто-синий цвет. Плита была разрисована местным жителям Павлополя. Как бы вот местку. Потому что Павлополь это все-таки Украина. И никаких серых зон люди с той стороны тоже не хотят. Во время обстрелов снаряды попадают в огороды жителей на зеленых пунктах. После обстрелов наши солдаты прочувствуют местных. Соперы изымают низовавшиеся мины и уничтожают. Больше всех страдает дачный поселок Павлополь. Первая воронка вот эта, которую стреляли с той стороны. А тут дошли сколько там, ну до конца, до начала берега еще метров, наверное, 40 оставалось. Тут высел с той стороны. И взрыв в воду. Вот. Второй выстрел уже в берег. Ну вот когда уже прогремел третий, мы, конечно, дали бегу. Балки пришлось. Лежал там, честно говоря, минут 20-30. Стреляли. Ну, высел, наверное, 12. На этом у меня все, Леша. Элечка, спасибо за работу. Это были последние новости из Мариуполя. Узнали мы их от моей коллеги Эльвины Сеидбулаевой. Террористы ЛНР против донских казаков. Бой между этими бандформированиями вспыхнул в Луганской области. Об этом рассказали в СНБО. По словам Владимира Полевого, столкновения произошли в городах Стаханов и Красный Луч. В результате более 20 погибших боевиков. Полевой также добавил, что накануне Нового года бойцы АТО задержали заместителя главаря бандформирования Лешей. Террорист, пытаясь замаскиваться под местного жителя, проводил разведку позиций украинских военнослужащих в районе Бахмутовской трассы. Следует зазначит, что бандформирование Лешей зажило сумной славой надзвучайным мародерством и жестокостью. Также, по словам Полевого, на рынках Донецка боевики вовсю торгуют товарами из гуманитарной помощи. Процветает в оккупированных городах и рэкет. Об этом нам сообщают жители. Вот что еще рассказали те, кто остались в Донецке и Луганска. Послушайте. Мы засыпали под звуки стрелкового оружия. Ночью периодически просыпались, потому что все время слышны были звуки каких-то локальных местных битв. Выяснилось, что казаки воюют с подразделениями батальона «Восток» и военной полиции ДНР. Жители вообще недовольны очень казаками, потому что много разговоров о том, что, хотя открыто они не нападают, однако могут зайти в квартиру, попросить выпить и попробуем отказать, ведь это вооруженные люди. В магазинах продукты есть. Но я подозреваю, что продукты есть еще и потому, что покупать стали гораздо меньше. В городе была днем, там бабахали. Где бабахают, непонятно. Ну, где-то за городом. Народ чуть-чуть ходит на елочке с детьми в центре города. Ну, так передвигается по чуть-чуть народ по городу. С наличностью очень тяжело. Продуктов, в принципе, достаточно всех. И овощей также, в том числе, и мяса. Усиление контроля на границе с оккупированными территориями, обеспечение будущих мобилизованных военных и вопросы соблюдения режима прекращения огня. Обо всем этом сегодня говорил президент Украины с руководителями целых ведомств страны. Петр Порошенко подчеркнул, что в последние недели международные партнеры предоставили нашей стране значительную военную помощь. Поэтому те украинцы, которых призовут в рамках четвертой волны мобилизации, должны быть обеспечены теплой униформой, снаряжением и бронежилетами. Обсудили на встрече и закрытие границы между подконтрольными боевиками территориями и остальной частью Украины. Это связано с активизацией работы вражеских диверсионных групп, нарастанием террористической угрозы в приграничных районах и потоком контрабанды. Поки будет открытый кордон, поки не будет перекритый неконтрольованный участок Украины-Российского кордона, мы будем очень жестко контролировать позицию на линии зекринга. По решению Ради национальной безопасности и обороны мы визначили 7 пунктов пропусков. И только для физических людей. Перемещение вантажей будет непроверено. Из Киева в зону АТО отправились 40 бойцов. И не с пустыми руками. Что привезут своим однополчанам, знает Вениамин Трубачев. Он провожал колонну. Проводить военных в зону АТО пришли не только родственники, но и просто неравнодушные киевляне. Сперва бойцы выстроились на плацу, провели стандартную перекличку. Перед личным составом выступили командиры и священник. И после этого удалось уже пообщаться с ребятами, которые едут в зону боевых действий. Настроение у военных в принципе хорошее. Хочется защищать свою батьковщину, семью и людей. Я давал присягу. Мама, я тебя люблю. Я вернусь живой, здоровый. Вернемся боевскую, то скоро вернемся. Военные на фронт едут не с пустыми руками. Помимо армейского снаряжения волонтеры привезли теплую одежду, сапоги, куртки, перчатки. Но самая трогательная часть мероприятия, это когда бойцам были переданы подарки от школьников. В основном это были сладости, рисунки. А также каждый военный получил патриотический оберег. Это такие маленькие флажки и оберег. По-перше, это будет как символ, что это украинская армия. По-друге, когда каждая девушка делала эти обереги, она вкладала туда позитивную энергетику. Каждый садоват будет чувствовать, что дома на них ждут и девчата, и матеря, и детки. Сегодня в зону АТО уехало 40 бойцов. Среди них много молодых ребят по 19-20 лет. Все они из 101-й бригады. Каждый из них решил ехать на войну по собственному желанию. Стоит отметить, что многие из них уже были на передовой и не понаслышке знают, с какими трудностями им придется столкнуться. Функций много, но главный из них это боевое сопровождение колонн и воинских фантажей, охрана и оборона базовых таборей и удержание взводного опорного пункта. Останьте достойными этого высокого покликания воина украинской армии, воина-захисника, воина-визволителя. Уже завтра военные приедут на передовую, они будут служить в районе Дебальцево, а бойцы, которых они сменят, уже вернутся домой и смогут провести Рождество дома. Венемин Трубачев и Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Завтра в Берлине обсудят минские договоренности в нормандском формате. Правда, встреча пройдет пока на уровне политдиректоров. Украину на ней представит директор департамента политики и коммуникаций МИДа Алексей Макеев. Он уже в столице Германии, об этом написал в своем твиттере. Россия делегирует директора второго департамента стран СНГ МИДа Виктора Сорокина. По словам украинской стороны, по результатам завтрашней встречи можно будет говорить и о встрече глав МИД Украины, России, Франции и Германии. Пока ее точная дата неизвестна, но в украинском внешнеполитическом ведомстве уточняют, она запланирована уже на ближайшее время. В отношении российского актера Алексея Панина все-таки открыли уголовное производство за посягательство на территориальную целостность Украины. Данная статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщил начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк. Речь идет о видеообращении Панина, которое он записал в августе прошлого года. В нем актер называет Крым российским и призывает распространять Россию и на Одессу. Сейчас управление СБУ в Одессе проводит досудебное расследование. Я напомню, что позавчера в Одессе активисты-патриоты задержали Алексея Панина в ресторане и заставили извиниться за его летнее заявление. Очередной троянский конвой из России на подходе. Уже одиннадцатая по счету колонна, которую в Москве упорно называют гуманитарной, чему не верят ни Украина, ни Красный Крест, выехала на восток Украины. Убеждают, что в ней преимущественно продукты питания. Свои бы проблемы с питанием вначале уладили. СМИ обсуждают обедневшие новогодние столы россиян. А чиновники выдумывают новые рецепты взаимозаменяемости продуктов. Рачнидоев о конвойном и санкционном меню подробнее. Одиннадцатый по счету гум-конвой для Донбасса сегодня отправился в Ростовскую область из-под Московного Ногинска. В его составе 60 грузновых машин. Автоколонна прибудет на юго-восток Украины 8 января и доставит почти полторы тысячи тонн груза. Организаторы уверяют в машинах исключительно в продовольствии. А без продовольствия западного встречают праздники сами россияне. Напомню, в запрещенном списке из западных стран вся линейка кисломолочных продуктов, овощи, фрукты, орехи и рыба. А также мясо. В том числе говядина, свинина, колбаса и мясо птицы. Ходили слухи, что будут заменять европейское мясо верблюжатиной. Но пока до этого не дошло. Многие деликатесы уже либо испарились с магазинов и ресторанов, либо несколько раз подорожали. Больше всего не повезло суши-баром. Почти половина рыбы, поступавшей в Россию, попала под санкции. В свою очередь глава Росрыболовства Илья Шестаков полон оптимизма. Правда, не вся. Любителям креветок придется затянуть пояса. Их импорт в прошлом году составил 35 тысяч тонн, а собственный улов лишь 12 тысяч. А вот любимую норвежскую семгу частично заменят тихоокеанским лососем. Также рыбу будут везти из Беларуси, Чили и с Фарерских островов. Большие надежды возлагают на отечественную мурманскую семгу. Как и важно она будет на вкус, узнаем совсем скоро. Врач Недов, Сергей Ведметь, Московское бюро телеканала Интер. Дипломатический конфликт между палестинской автономией и Израилем становится все острее. Почему израильтяне обвиняют Европу в предательстве? Из Тель-Авива передает наш корреспондент Григорий Бадо. В ответ на палестинский демарш в совбезе ООН и обращение в международный суд, израильское правительство объявило о замораживании более чем 100 миллионов долларов налоговых средств, которые обычно переводятся в палестинскую автономию и являются основой бюджета. В автономии уже назвали этот шаг пиратством. В интервью израильскому телеканалу глава палестинской переговорной группы Саи Баррикад с чисто восточным драматизмом заявил сегодня, что палестинская администрация может вообще распасться, исчезнуть, если израильтяне не переведут им деньги. А израильский МИД объявил о начале агитационной кампании, которая должна показать миру объемы лжи, звучащих в парламентах европейских стран при обсуждении палестино-израильского конфликта. Как же нам действовать в ситуации, когда европейские страны поступают так, как уже поступали когда-то в 1938 году, во время Мюнхенских соглашений? Швеция и Ирландия тогда предали свою союзницу Чехословакию и сдали ее гитлеровской Германии. Сегодня они поступают так же с государством Израиль, единственным носителем европейских ценностей на Ближнем Востоке. Поражают воображение тонны лжи и фальсификаций, которыми манипулируют вроде бы уважаемые люди, европейские парламентарии. На наш специальный запрос МИД Израиля предоставил примеры. В Ирландском парламенте говорили, что Хамас стрелял по территории Израиля игрушечными ракетами. В Испанском парламенте борьбу с террором в Газе на полном серьезе называют геноцидом. Видимо, подобные заявления лидеров Хамаса там принимают за истину в последние инстанции. И палестинцы, и израильтяне заявляют сегодня о решимости идти до конца в дипломатическом противостоянии. В то же время, по неофициальным данным, израильское и палестинское руководство ведет переговоры с целью решить конфликт. Арабские СМИ сообщают, что министр иностранных дел Израиля Либерман якобы уже встречался в Париже с Мухаммадом Дахланом, бывшим главой спецслужб в Газе. Так что, возможно, не все так плохо, как кажется со стороны. Григорий Баду, Алиса Неверовская, Израиль, специально для телеканала Интер. Крушение лайнера AirAsia могло произойти из-за обледенения двигателя. Такую версию катастрофы самолета выдвинули индонезийские метеорологи. Пролить свет на произошедшее может только расшифровка черных ящиков, а их пока не нашли. Тем временем спасатели уже подняли со дна Яванского моря 34 тела. Поискам по-прежнему мешает погода, сильный дождь и высокие волны. Напомню, на борту разбившегося 28 декабря самолета, который летел из Индонезии в Сингапур, находились 163 человека. И это не все новости дня. Смотрите нас далее. Во второй части подробностей расскажем о таком. Как Драпал Янукович Нью-Йорк Таймс расследовала подробности дезертирства экс-президента? Квартирный вопрос. Несколько николаевских семей остались без крыши над головой. Лорды на выход. Из Вестминстерского аббатства могут выселить парламентариев. Нью-Йорк Таймс провела расследование побега Виктора Януковича, опросив его союзников, бывших командиров Беркута и сотрудников других подразделений. Американское издание пишет, одной из главных причин бегства экс-президента стало дезертирство его ближайшего окружения и решение Верховной Рады о возвращении силовиков в казармы. В свою очередь, развитие событий было сюрпризом и для западных чиновников. Экс-губернатор Харьковской области Михаил Дубкин также рассказал газете, что Янукович собирался уехать либо ночью 21-го, либо 22-го февраля. Но тогда экс-президент говорил лишь об очередном президентском туре на восток страны и просил Дубкина выбрать несколько фабрик для показательных визитов. В Нововолынске снова протестуют шахтеры. Сегодня в центре города собрался самый массовый за последние две недели митинг около тысячи человек. Требования неизменны. Погасить задолженность по зарплате за ноябрь и декабрь и не закрывать шахты. Из девяти предприятий в Нововолынске осталось всего три. Да и те, говорят, Минэнерго собирается ликвидировать. Тогда без работы останутся несколько тысяч человек. Также горняки требуют, чтобы государство выделило деньги на достройку шахты номер 10. Это уже не первая акция шахтеров за последний месяц. Раньше они с теми же требованиями перекрывали трассу. Если ничего не изменится и в этот раз, уже в ближайшие дни обещают заблокировать движение на Ягодинской таможне. Без крыши над головой остались несколько семей в Николаеве. В прямом смысле слова, кровля просто рухнула. Кто виноват и что будет с людьми, выяснял Кирилл Ющишин. Я была в комнате, услышала грохот. Думала, что снег с крыши упал. А когда вышли, увидели столб пыли. Так соседи пострадавших квартир описывают произошедшее. После сильного снегопада в историческом центре Николаева в старом доме провалилась крыша. Потолок упал прямо в квартиру пожилой женщины. Три семьи пришлось немедленно отселить. Им уже подыскали временное жилье. Для семьи, которая негде расселиться, комнаты в общежитии уже подготовлены, выделены. И при желании тех людей, которых отселили, они будут в этих общежитиях размещены. Хозяева квартир, которые пострадали меньше, решили никуда не съезжать. Даже несмотря на то, что в доме нет ни электричества, ни воды, ни тепла. Охраняют свои пожитки. Все обрезано, и свет, и газ, естественно, это так и надо. Но я вон свечку зажила. Квартира высокая, большая, и шкаф-купе по три метра. И все это, все это очень много, и вещей всего. За все годы жизни. Специалисты уже назвали причины обрушения этой ветхие стены. Дом был построен более века назад. И годами через смотровое окно затекала вода на чердак. И вот когда на крышу легла большая масса снега, стены просто не выдержали. Впрочем, по мнению экспертов, больших разрушений быть не должно. Основная несущая балка подперта пятиметровой балкой. Поэтому, скажем так, угрозы для тех жителей, которые там продолжают проживать, нет. Сейчас в доме без удобств все еще живет 17 человек. С понедельника коммунальщики вместе со спасателями начнут разбирать обвалившуюся крышу. Только после этого также экспертизы решат, подлежит дом восстановлению или же сносу. Кирилл Вещешин, Богдан Иванов. Подробности телеканал Интер. Николаев. От войны подальше. В Черновцы на рождественские каникулы приехали школьники из севера Донецка. Как их встречали и чем будут удивлять, расспрашивала Ольга Паламарюк. Они еще совсем дети, но уже знают, что такое война. Десятиклассник Влад приехал из севера Донецка. Подальше от взрывов и бомбежек. Есть дома вот такой осколок от мины. Я его и шел, по улице нашел осколок. Ну у нас, когда стреляли, снаряды прилетали и в город, и за город. Ну слышно было сильно. Особенно когда грады начали стрелять. Пока парни осматривают новые места жительства, девочки уже выбирают наряды для экскурсий и готовят сувениры с сверстником. Этого игрушечного барашка Настя подарит новым друзьям, с которыми познакомится в Черносах. Тетя вязала и мама там обе. Долго. Тут она набита синтепоном. Рассказать о нашем городе, чтобы это была память о том, что есть хорошие люди в городе Свердоневске, Луганской области. Сегодня по плану у ребят день развлечений. Сначала боулинг и бильярд, затем автобусная экскурсия по городу. Красивый очень. Очень красивый. Здесь на Буковине дети пробудут 10 дней. Помимо экскурсии, воспитатели военного лицея подготовили и специальную рождественскую программу. Будут калятки и вертеп. А повара уже ломают головы над праздничным меню. Будут вареники с вишнями, с капустой, с картофелью. Будет фасоля с кубулей. Будет узвар. Будут кончики с пудрою. Хочем сделать так, чтобы у нас на Буковине, чтобы дети знали, что такое вечеря, святая вечеря, молитву, чтобы прочитали за столом, то, как у нас делается. Первое задание, которое мы ставим перед собой, это действительно поринуть в атмосферу спокойствия, в атмосферу позитивных эмоций, чтобы дети могли просто переключиться с тех смысловных событий, которые ждут их дома. Но пока ребята не думают об этом и загадывают желания. Самые заветные и совсем не детские. Мир над головой ярких красок. Чтобы все было благополучно, чтобы не слышали выстрелов. Мир. Ольга Паломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер Черновцы. Что нам стоит мечеть построить? Задумались в одном из крымских сел и не стали откладывать все в долгий ящик, продолжат наши корреспонденты. На этой стройке среди чернорабочих даже местный имам. В перерывах между намазами он вместе с прихожанами носит цемент, несет и заливает бетон. Говорит, мечта общины проводить мусульманские обряды в культовом месте, а не в съемной комнате, как последние 20 лет. Просто сейчас подрастает поколение, люди начинают в мечети ходить, а мечети в селе нет. Надеюсь, иншалла будет. В будущем все будет, иншалла хорошо. Начать сейчас, чтобы уже в следующем году мечта стала реальностью. Первым делом заливает фундамент. Работы проводят за счет пожертвований членов местной общины и единоверцев из других стран. Представитель последних, Магомед, он из Дагестана, не только привез собранные в своем селе средства, но и остался работать на стройке. Добровольные, конечно. Ребята наши помогли, спонсорство, скинулись с деньгами и приехали помочь. До конца завершения стройки будем контролировать. Вот так будет выглядеть мечта 150 семей мусульманской общины Митяева. В мечети предусмотрены молебный зал, комната имама и балкон для женщин. Все по канонам. Но пока это только на бумаге. Тем не менее, жители села верят. Уже в следующем году приведут сюда свои семьи. Вот сейчас будем заливать сейсмопоев, этот зальем и оставим. Когда она сядет, значит, с марта месяц, как и потепление пойдет, мы уже начнем строить дальше. Новогодняя мечта, как говорится, сбывается. Как Аллах сказал, если люди все стараются, значит, все оно будет. А еще вообще не говорят, закончим мечеть, построим в селе молодежный центр. Даже заброшенное здание под него присмотрели. Но это уже следующая новогодняя мечта. Ольга Серебинская, Юлия Кручкова, Виталий Зятковский. Подробности, телеканал Интер, Крым. За что можно получить 11 тысяч долларов чаевых? Кто и ради чего исколол себя тысячами иголок и на кого стал похож Джонни Депп? Обо всем этом расскажем в нашем обзоре. Стены ворам не помеха. В российском городе Чита неизвестные разобрали кирпичную кладку в подвале и проникли в ювелирный салон. Там взломали шесть сейфов и вынесли драгоценности на миллион долларов. Когда именно приходили незваные гости, неизвестно. Магазин был закрыт с 31 декабря, а обнаружили пропажу только сейчас. Встать в инвалидном кресле. Изобретение чилийских врачей помогает людям с ограниченными возможностями посмотреть на мир с новой стороны. Нажатием одной кнопки тело в кресле фиксирует ремни, а спинка поднимает пациента в вертикальное положение. В продаже новинка появится уже осенью и будет стоить более полутора тысяч долларов. Исколоть свое тело ради защиты быков. Колумбийка воткнула себе в спину 2500 иголок в знак протеста против кориды. Активистка Фанни Пачон возмутила, что местные власти не сдержали обещания. Осенью правительство Колумбии сняло запрет на проведение боев быков. Кстати, благодаря этой акции Пачон может попасть в книгу рекордов Гиннеса. Привет, братан! Именно так обращается Барак Обама к Дэвиду Кэмерону. Британский премьер рассказал прессе о теплых отношениях с американским президентом. Мол, Обама считает Кэмерона другом как в политике, так и в личной жизни. Отметим, что с предыдущим главой британского правительства Гордоном Брауном общение обычно не складывалось и каждая встреча была напряженной. Джонни Депардье. Депп изменился до неузнаваемости для съемок в фильме «Любители йоги». Голливудский актер набрал пару килограммов и в гриме стал похож на французского коллегу Жерара Депардье. Увидеть его на больших экранах можно будет в начале лета. В фильме также снимается дочь Деппа Лили Роуз Мелоди. Это будет ее первая крупная роль в кино. Чаевые в 30-ти кратном размере. От обедов и выпив коктейли на 400 долларов в одном из ресторанов города Феникс американец оставил 11 тысяч сверхсчета. В комментариях указал, что это чаевые для Иисуса. Такой аккаунт в Инстаграм выставляет фото щедрых чаевых. Но эта сумма рекорд даже для него. Раскрывать свое лицо ресторанный филантроп отказывается. Волшебные замки из снега и льда. В китайском городе Харбин возвели целый город для снежной королевы. В преддверии международного зимнего фестиваля. Скульптуры и лабиринты занимают площадь в 50 гектаров. Особенно популярны ледяные копии памятников мировой архитектуры. Выселить всех депутатов и закрыть парламент на 5 лет. Такое смелое решение предложили слугам народа британцы. Зачем это понадобилось, знает Оксана Кундеренко. Миллион посетителей ежегодно, тысячи депутатов ежедневно. В Эстминстерский дворец в Лондоне, где расположились палата лордов и палата общин, одно из самых популярных, востребованных и узнаваемых зданий в мире. Рядом с ним всегда толпы туристов, которые едут, чтобы увидеть архитектурный шедевр Ниаготики 19 века. У меня много разных историй и легенд в запасе. С точки зрения конституции страны, это очень важное здание. Здесь заседают представители, которых мы выбираем. Здесь принимаются законы. Это дом для старейшей в мире демократии. Пока гиды рассказывают истории, внешний вид здания говорит сам за себя. Часть парламента постоянно в строительных лесах. Туда-сюда снуют машины с материалами и рабочие. Не мудрено, ведь дворец пережил несколько наводнений и пожаров. И никогда не знал капитального ремонта. Каменная облицовка на фасаде потрескалась и крошится на глазах. Крыши протекают. Как обычно, снаружи видна только вершина айсберга. Но даже если стоя здесь, на улице, понятно, парламенту требуется ремонт. Внутри он требуется срочно. Купольные своды в трещинах. В оконных витражах свистит ветер. Из-за перепадов температур деревянные конструкции высохли и утратили прочность. Фактически, британские парламентарии работают в руинах. Если ничего не делать, если мы не придем к общему решению и будем сидеть сложа руки, дворец развалится. Первыми перестанут работать коммуникации. Их нужно срочно заменить. В подвалах здания прогнившие трубы и километры электрических кабелей, которых изначально не должно было быть. Чтобы поддерживать Вестминстерский дворец в рабочем состоянии, в год уходит почти 50 миллионов. Над этим трудится целая группа архитекторов. Хочу обратить внимание, сейчас здесь не опасно. Чтобы сделать помещения пригодными для работы и туризма, нужно вложить в ремонт 5 миллиардов долларов и на 5 лет выселить чиновников. Другой вариант – восстановить по очереди палату лордов и палату общин. Но так реставрация затянется и будет стоить дороже. Если же, как сейчас, латать мелкие дыры, стройка будет вечной. В Королевской галерее огромное количество потрескавшейся плитки. Она буквально шатается под ногами. Здесь мы сталкиваемся с огромной проблемой. Но еще большей проблемой может стать накануне выборов. Слуги народа не хотят злить электорат и тратить дополнительные средства из бюджета на свои нужды. Поэтому и не ставят вопрос реставрации на повестку дня. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности Британское бюро телеканала «Интер». Возможно ли район с плохой репутацией превратить в город-сад? Возможно, если есть желание власти. Доказано в Вашингтоне. Американский опыт изучал Дмитрий Еловский. До недавней поры Вашингтонская H3, где мы сейчас находимся, чаще всего всплывала в материалах криминальных корреспондентов. Сейчас ситуация очень быстро меняется. H3 превращается в один из самых дорогих, самых культурных районов. Что происходит? Как так получилось? Район всего в паре километров от Белого дома стал трущобой сразу после беспорядков 1968 года, вызванных убийством Мартина Лютера Кинга. Тогда подтвердилась знаменитая теория. Если в одной квартире разбить окно и долго не чинить его, то скоро весь дом будет без окон. Что-то из разрушенного здесь больше никогда не восстановят. Но в нулевых власти все-таки приняли план по реконструкции района. Они поделили его на три разные зоны. Шоппинг, жизнь, ну и тусовки. Кроме того, на улицу надо было привлекать бизнес. Им предложили компенсировать расходы на сумму 85 тысяч долларов за счет бюджета города. А еще тем, кто держит на улице свои помещения пустующими, неработающими, власти наоборот предложили платить повышенный налог, ну, чтобы не засиживались. Такие владельцы часто предпочитали продать помещение, чем платить мзду. Так на H3 стали появляться небольшие дизайнерские лавки, кофешопы и салоны. Крейг Корролл, один из жителей этого района. Он режиссер и исследователь, и снял фильм про эти места. У местных к этим процессам отношения смешанные. Конечно, всем нравится, что стало безопаснее ходить по улицам, стало чище. Но в то же время новые предприниматели вытесняют с рынка старых, местных. Так что им приходится закрываться. И еще одно. Стоимость жилья резко возросла. Поэтому, если местным что-то не нравится, они всегда могут продать за большие деньги свое жилье здесь и уехать практически в любой другой штат. Кстати, про уехать. Тоже важный момент перестройки района. Тут теперь ездит единственный во всем городе трамвай. Экологично и всегда по расписанию. Конечно, проблем у H3 до сих пор хватает. И статус у района сейчас промежуточный. Но ясно, что в бывой разрухе ему в ближайшее время уже никак не вернутся. Дмитрий Иловский, Юрий Романюк. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Сели деды на велосипеды. В Виннице прошел веломарафон Дедов Морозов. Всего в заезде за здоровый образ жизни приняли участие около ста горожан. Самому младшему 10 лет, старшему 70. Все деды пытались впечатлить костюмами. Кто-то специально по такому случаю украсил себя елочными игрушками. Кто-то предстал в образе северного оленя. Но вот гвоздем программы стал четверолапый штурман одного из участников. Он все 10 километров спокойно просидел на спине у своего хозяина. Ему все видно. Картинка изменяется. Винц убивает, почивает. Наслуживается выглядом за бортом. У меня вот мои друзья назвали Снеголень. Не Снегурочка, не олень. Снеголень. Ну что ж, таким было это воскресенье. Спасибо, что смотрели. Уже завтра в этой студии будет работать моя коллега Наталья Белышева. Всего вам хорошего и до встречи в подробностях.